и приветствую всех на своем канале и долгожданный снег наконец-то сошел теперь могу полноценно приступить к постройке своего дома данный видеоролик посвящен именно кладки первого ряда в своих роликах я отображаю лишь свой личный опыт я никого не учу не получаю это видео не является инструкцией если вы хотели посмотреть как сделать специалист это видео не для вас итак мы начинаем и так как только сошел снег я приехал на участок и хотел сразу начать положить первый ряд увы так как я все шаги не продумал заранее я при получении покупки казалось сликатных блоков их выгрузил прямо на фундамент как сейчас выяснилось это было далеко не самая лучшая идея для того чтобы начать вкладку первого ряда нужно две вещи первое это разметить все стороны провести диагонали и вторая найти самую высокую точку гидроуровнем или нивелиром и от которого начнется сам ряд было принято решение раскидать блоки по всему фундаменту я открыл упаковки и стал их рассовывать так как можно провести диагонали и отступить от каждой стороны минимум по полметра работенка оказалась не из легких сухой блок марки для 400 размерами 600 на 400 на 250 весит 30 килограмм так как не привезли зимой прям завода он еще был полусырой в среднем блок весил от 30 до 40 килограмм в полете было два куба кубе 32 штук так что можете представить что мне пришлось перевернуть с одно место другой парочка тонн на этот промежуток работы я потратил весь выходной день после того как я передвинул 12 кубов газосиликатных блоков мне уже в принципе было не охота не проводить диагонали не делать что-либо еще но увы работа сама себя не сделает следующим шагом была установка гидроизоляции фундамент на который будет ложиться цементно-песчаный раствор ширина рулона изоляции метр поэтому я решил просто взять пилой и расплетел пополам увы ничего хорошего из этого не получилось пила просто застряла после того как я пропилел где-то сантиметр поэтому я решил включить смекалку просто положил рулон замерил пополам взял старую лопату и ровно пополам забил лопату в рулон в принципе можно было и топором это сделать топором бы то пришлось очищать старая лопата я в принципе не жалко складывается в принципе неплохо рулон шириной метр а длина 10 метров фундамент у меня 9х9 то есть нужно было просто взять два рулона и распилить его пополам в принципе много усилий это не заняло в принципе получилось довольно неплохо пополам получилось пол метра а блок у меня 40 сантиметров в полушину поэтому в принципе с каждой стороны еще оставалось 5 сантиметров для лучшего сцепления или контакта гидрозоляция с фундаментом я взял металлическую щетку и очистил фундамент от пыли и грязи в идеале если бы не было газа горелка я скорее всего припаял бы гидрозоляция фундамент но к сожалению нету поэтому просто раскатал ее перед тем как положить блок на раствор обязательно нужна металлическая сетка металлическая сетка спасет мою будущую стену если вдруг фундамент просядет огнется отклопнется наличие металлической сетки растворе именно первого ряда спасет стену от дальнейших трещин стоит сетка мало а пользу от нее много когда мы все подготовили можно приступать к следующему шагу это нахождению самой высокой точки на фундаменте именно от нее я и начну плясать что может быть проще чтобы выставить 4 блока на одну высоту находим самый верх участок фундамента и остальные наложением раствора выравниваем но вот тут-то и выяснилось одно очень неприятное обстоятельство какое именно я говорить не буду я могу покажу ну пришла пора вкладка первого ряда нанес цементной пещеры раствор положил сетку берешь блок ложишь смотришь по нитке чтобы стенка была ровной и с помощью уровня контролируешь его в двух плоскостях либо право и вперед-назад все просто посмотрел по ютубу элементарно как только ты начинаешь делать что-то сам ничего подобного тоже стрел на ютубе не получается из-за того что я совершил ошибку при заливке фундамента у меня перепад из самой верхней до самой нижней точки оставил самый большой 14 сантиметров но это очень много к этому вернемся позже пришлось накладывать от самого верхнего угла и поп это 5-6 сантиметров блок постоянно тону пока выравнил одну сторону уходила другая сторона блок был нелегкий это кирам 40 был очень мокрой зимы постоянно приходилось тягать перетягать перехлестывать ничего не получалось было очень жарко было тяжело не мог понять как сопоставить натяжение нитки чтобы блок был ровно с плоскости в нитке плоскостью с высоты и при этом еще в плоскости по ровность ничего не получалось хотелось все бросить психануть и просто нанять рабочего чтобы они сделали первый ряд что будет так сложно честно говоря и даже представить и нему на первый ряд вот на вкладку у меня в ряде 14 блоков я потратил около восьми часов помимо того что я в принципе был готов как можно делать то есть привязал камень к нитке чтобы она была натянута я был был готов на мешалка постоянно крутилась из того что долго паузу блоками раствор рассыхал и делал новый раствор просто какой-то кошмар но я не сдавался сейчас ведь картину от того что все-таки заливать фундамент дешевым лазерным нивелиром не нужно если как мне кажется это сделал по гидро уровню все было бы намного лучше перепад составил 14 сантиметров это какой-то кошмар чтобы как-то исправить ситуацию я решил сделать стяжку и связать в ней арматуру так как дождь не шел только вечером приходилось работать в ночь вот такая получилась стяжка красивая без трещин аккуратно и но уродовая потому что если я сделал фундамент нормально с самого начала хотя мне в этом никто не сказал заранее то лишние траты я бы избежал спустя пять дней именно стоп у меня ушло на первый ряд с большим усилием с максимально возможным выравниванием и соблюдением уровня выравниваем по нитке все это ушло на смарку как бы я ни старался идеально как нужно блоки не легли везде были какие-то перекосы перегибы проседания оседания у меня тогда руках сломалась камера мне было обидно что я потратил столько усилий столько нервов но выход нашел быстро решил просто все блоки выровнять под одну нормальную линию натянул нитку взял уровень и стал выравнивать каждый блок просто взял палку и зал с ней шкурку и стал точить сильно сильно стачивать блок пока не достигну идеальной отметки как-никак но именно первый ряд является основой того как будет выглядеть дом если первый ряд вас будет криво то и дом будет криво если будет первый ряд скошен то и дом будет скошен поэтому я решил первый ряд довести до идеала просто идеального выровнять сточить и уже от него плясать на то чтобы выровнять все виду скажем так лепнину которую налепил я убил еще два соседи которые проходя мимо то и дело давали мне советы что я слишком сильно заморачиваюсь что просто к начну второй ряд в некоторых местах нужно просто побольше раствора ну я с этим был не согласен я все-таки решил сделать все идеально и просто стачивал стачивал до тех пор пока уровень не показывает то что я хочу увидеть то есть то что у меня блок идеально стыков идеально нитка ровно от первого и последнего блока она не провисает и не лежит а именно миллиметр от каждого блока не касается и концов второго дня я наконец-то добился желаемого результат и мне как-то аж там полегчало естественно от такой работы осталась парочка ярких впечатлений на этом первый ряд не закончился я сделал себе импровизированный штроборез и стал делать штробу которую нужно будет положить арматуру штроборезом было пользоваться довольно таки просто делаешь штробу очищаешь с помощью кисточки от лишнего мусора и в принципе утапливаешь единственное немножко не сразу понял как делать повороты но потом я сделал заготовку по заготовке я в принципе обводил с помощью карандаша арматуру и уже по ней с помощью обычного гвоздя или арматурки выковыривал принципе получалось неплохо но увы прогнозу погоды обещали три дня дождей это как раз были майские праздники пришлось арматуры скрутить и залить раствором в ночь часов мне не было я работал то есть до победного было просто заливаешь клей делаешь его как можно скажем так жиже чтобы арматура полностью была поглощена раствором чтобы сделать по-нормальному арматуру и страбы нужно извлечь после того как мы извлечь арматурой страбы заполняем клеем всю страбу и в этой заполненной клеем страбе топим арматуру арматура не должна выступать должна быть полностью поглощена по нормативам требуется два сантиметра в принципе я эту норму соблю после того как мы утопили арматуру в растворе выравниваем поверхность блока раствором а лишние остатки клея удаляем вот теперь первый ряд основательно завершён как позже выяснилось что нужно было делать либо раствор с оберенной сеткой либо арматуру положить но я сделаю то и то лишним точно не будет а спонсор этого ролика дождь дождь потерпи пока я сделаю крышу спасибо вам за просмотр оставляйте свое мнение что вы думаете насчет моего блока как в целом получится думали нет подписывайтесь всем бобра хорошего дня пока пока так и Продолжение следует...